Друзья, всем привет! Сегодня мы будем пикировать наш перец, который мы сажали совсем недавно. Вот наш перец, уже появились два настоящих листочка после семидольных, уже даже появляются третий и четвертый листик. Вот я скажу, что я частично буду выращивать перец с пикировкой и без пикировки. Вот в этом стаканчике я оставлю вот этот саженец и вот этот саженец, а эти, которые им мешают, я пересажу. Вот эти получатся у меня с пикировкой, с пересадкой и повреждением корешков, а эти останутся расти без повреждения корешков на своем месте. Вот для того, чтобы пикировать перец, я взяла грунт. Грунт должен быть воздухо- и влагопроницаемым, хорошим питательным грунтом. Может быть покупной, может быть свой, это на ваше усмотрение возможности. И вот берем мы сначала, вот делаем вот такое воронкообразное углубление в нашем грунте. Немножечко проливаем туда водички. Еще я скажу, что вчера я пролила с фитоспорином и стаканчики мои, и вот эти стаканчики, в которых уже растет наша рассада. Вот мы наш перчик из ясельной грубки, получается, из детского садика будем отправлять в подростковую жизнь. Брать перчик нужно за семидольный листик, чтобы не повредить наш стебелек, чтобы он потом не болел. И вот таким образом мы уплотняем землю под нашим перчиком. Перчик углублять не надо, но можно на сантиметра полтора, потому что при поливе земля опять сядет. Вот. И вот таким образом наш перчик мы будем пересаживать или пикировать в наши стаканчики. Вот берем следующий перчик. Так, я вот этот я от этого ставлю, а этот опять подкопаем. После того, как мы наш перец распикируем, пересадим, вот посмотрите какой корешок, нужно стараться, чтобы земля оставалась вот на корешках, чтобы он меньше повреждался. Потому что, в отличие от томата, перец не любит пересадок и повреждений корешков. Вот таким образом мы пересадим весь наш перчик. Немножечко можно его будет пролить, чтобы земелька осела. Затем еще слегка можно подсыпать земли. И наш перец, а вот этот вот слабенький, с него уже толку не будет, мы его просто уберем. Если он слабенький, значит семечко было слабенькое, сажа не слабенький, мы будем только ухаживать за ним, а урожая мы не увидим. Берем следующий перчик опять. Вот смотрите какой ком земли. Удачно мы его подкопали. Опять в наше углубление подливаем немножко водички. И опять аккуратно, чтобы наш перчик не загибались наши корешки. Вот наш перчик отправляется в подростковую жизнь. Пробудет он до мая месяца, и затем, когда мы его высадим на огород, он уже вступит в взрослую жизнь, будет уже плодоносить и радовать нас урожаем. Вот этот перец, ну вот еще какой взять? Ну вот этот. Ну конечно, чтобы между ними расстояние больше оставалось. Этот еще возьмем. Опять таким же кандибобером посадим наш перчик. Уплотним вокруг него землю. Польем. Польем чуть-чуть. Вот так вот так вот. Вот так вот так вот. Вот таким образом наш один стаканчик мы рассадили. Два сеянца у нас остались. И перчик наш будет расти без пикировки. Мы его так два сеянца и посадим. Польем его. И будем... Вот этот перец будет плодоносить раньше, потому что корни у него не повреждались. Он стресса не получал. Немножко только подсыпем ему землю. Вот, друзья, вот этот перец. Я дальше буду уже пикировать без вас. Вот этот перец на открытые солнечные лучи ставить пока не надо. Но всё же после пикировки он должен быть где-то при 22 градусах. Потому что перец любит тепло. Если будет после пикировки прохладно в комнате, он приостановится в росте. Недельки две он будет наращивать корневую систему, переживать стресс. Он будет как бы застынет и будет на одном месте вот так вот не развиваться. Но через недельки две, когда уже корни приживутся, он начнёт наращивать листовую массу. И через недельки две уже можно сделать первую подкормку. Ну, какую вы подкормку делаете? Или дрожжами, или травяным настоем. Ну вот, друзья, и это мы уже сделали. Перец мы уже тоже распикировали. До свидания, друзья. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Пока.